День памяти и скорби. На протяжении нескольких лет, 6 июля, горожане приходят к памятнику жертвам политических репрессий, почтить память людей, через судьбы которых прокатилась машина сталинского террора. В то время жертвами репрессий становились не только активные политические противники, но и люди, просто выражавшие несогласие с установленным режимом. Репрессии проводились и по социальному признаку, против священников и зажиточных людей. Общественная правозащитная организация ДОУРЛУК «Справедливость» сегодня пытается определить и добиться реабилитации всех жертв на территории региона. Мы сегодня вспомним о наших былых годах, вспомним наших предков, которые пострадали. Скажем еще раз, что государство преступление против собственного народа в 40-е, 50-е годы 20-го века сделало, оно это признало, но реабилитация еще не полностью реабилитирована наших граждан. Люди, пережившие дни репрессий, вспоминали тяготы и унижения, через которые приходилось пройти. Вспоминали погибших и людей, чьи судьбы были покалечены вследствие террора. Многие до сих пор не имеют всей информации о своих родственниках. В июне 41-го года моего дедушку Казахстана Игоря Ивановича арестовали и депортировали в Иркутскую область, город Тайшет, где он в июле 42-го года был расстрелян. Я долго интересовался, какие были мотивы его ареста, его репортации, совершил ли он какое-то преступление. И ничего, кроме нескольких слов, я не узнал. Маму забрали с ребенком, бросили в скотовоз. А отца с двумя детьми забрали с Березино и бросили в другой скотовоз, в Чедерлунге. И они в бессарабке, аж им, у них получилась возможность восстановиться. Далее забрали бабушку и двух теток, сестер отца. Их забрали отдельно в другой скотовоз, значит, и в Курганской области. Через 6 месяцев мы только соединились. Они не знали русский язык, они не знали ничего. Короче, моя сестра осталась инвалидом на всю жизнь из-за того, что простыла, у нее был тумберкулез костей. И на этом она умерла. Очень рано она умерла только из-за этого. Вот это нас... Мы попали в такую ситуацию, вот эти жернова, она прямо нашу семью раздавила. В завершение участников митинга пригласили на поминальный ужин. Жертвы сталинских репрессий с 40-х и 50-х годов есть в каждом населенном пункте Чедерлунского района. Всего в Гагаузии пострадали 3310 человек. Продолжение следует...